Привет, друзья! Многие, кто смотрит туториалы, записанные на старых версиях Blender, сталкиваются с проблемой некоторых нод. И одна из таких проблем связана с нодой MixRGB. Если мы посмотрим на старых версиях Blender до 3.4, сейчас в качестве примера я показываю на версии 3.0, если мы откроем поисковик нод, то можем найти ноду MixRGB, то есть ноду смешивания цветов или ноду смешивания разных текстур. Дело в том, что в новых версиях Blender после версии 3.4 система нод немножко изменилась. Давайте посмотрим, чем отличаются ноды и как теперь и где найти ноду MixRGB. Переключимся к последней версии Blender. На текущий момент это версия 3.6.1. Если мы попытаемся найти ноду MixRGB, то такой ноды в новых версиях Blender мы с вами не найдем. Есть только ноды Mix, MixColor и, так же как и была раньше, нода MixShader. До версии 3.6 ноды MixColor как таковой не было, потому что это просто определенная настройка ноды Mix. Итак, для того, чтобы создать аналогичную ноду MixRGB, мы можем поступить двумя способами. Для версии 3.4 необходимо добавить ноду Mix, затем переключить ее параметр Float на Color. Таким образом, мы получим точно такую же ноду MixRGB. В нижнем канале мы можем менять способ смешивания. С просто микса на Darken, Multiplay, Overlay и так далее. И точно так же подключать разные цвета, либо разные карты к данным каналам. После версии 3.6 для упрощения и для скорости работы с нодой MixRGB, то есть с нодой смешивания цветов и с нодой смешивания текстур, добавили упрощенную возможность. И мы можем быстро добавить такую ноду, не добавляя сначала ноду Mix, а потом переключаясь, а сразу добавить ноду MixColor. То есть это, грубо говоря, и будет та же самая нода Mix, просто сразу переключенная в режим смешивания цветов. На этом все. Надеюсь, это оказалось полезным, помогло вам найти ноду MixRGB и работать быстро и комфортно. С вами был Маэстро Ирдис. Удачного киберкрафта!